Значит, по поводу долгого, краткого протеста. А у вас уже быстрого протеста быть не может. Поскольку вы не заранее меня спрашивали, а поздно меня спрашиваете. Вот сейчас уже не будет быстрого протеста. Потому что вы должны были эту атаку проводить в первые один-два дня и вместе с лидерами, и скоординированно. И смотрите, я же не просто так на вас кричал. Это не нужно взять власть. Это нужно взять власть! Понимаете? Взять власть! Ну, как-то так, да? Ну, как вам объяснить? Мы же сейчас живем вот в этом как бы псевдомире виртуальном. А я еще помню, я так давно живу исторически, научно, что я помню, как это было в реальности. Как я помню, как... Вы удивитесь, я помню, как пахли помидоры. И здесь я помню, как я видел, как пахли сражения, революции и так далее. Сейчас только уже долгий протест, конечно. Относительно долгий прочее. Ну, что, стачка, стачка. Я об этом написал. Подписывайтесь. Фейсбук, Твиттер, Телеграмма. Я написал сразу. Все. Если вы проморганили, если у вас нет лидера, который может и будет свалить, Лукашенко организованно, да, в стачке не выходить, не участвовать. Вот просто все. Остановить все процессы. Вопрос в другом. Это вы меня спрашиваете, как свалить. Вы свалите? Вы свалите Лукашенко так. Причем даже не обязательно митинговать. Если будете митинговать, я вас уверяю, вот эти вот звери, силовики, они вас кроваво подавят. Не хватит у них сил, пригонят, без шевронов от соседей подавят. Абсолютно уверяю. Уверяю вас в этом. Но. Следующий вопрос. А для чего? Надо скинуть Лукашенко сто процентов. Он должен быть там в трибунале ГАГе сто процентов. Вопрос в другом. У вас есть человек с программой, который будет выводить страну из кризиса, и не просто выводить, ладно там выводить, который не допустит голод и бардак. Такой должен быть человек. Если его нет, тогда простите, бессмысленно, тогда оттяните. Пусть этот колхозник побудет, оттяните, найдите и потом скидывайте. То есть, вы знаете, надо как, ну кто будет думать? Народ думать не может. Толпа думать не может. Нужно, чтобы где-то как-то... Я вот сейчас, я же до этого не думал, я до этого времени не думал про Белоруссию. То есть, иногда раз в год в интервью или в беседе возникает вопрос. Я говорю, а, это, значит, там, ну, Лукашенко... Не, ну, надо же, все, хватит. Это просто диктатор и совок, надо от совка отказываться, от диктарта отказываться. Да, я всегда... Это сейчас по моде вот стали те, которые раньше молчали. У меня еще тут, смотрите, Спиваков, ой, Спиваков вернул Лукашенко орден. Как благородно, как благородно. Решил помыться, задешево помыться. А что же он Путин не возвращает миллион орденов? Ну, наверняка же у него есть бы путинский орден, ну, просто наверняка. Или что Путин это, Путин это Дева Мария в сравнении с Лукашенко, я не понимаю. А так, конечно, все уже растоптаны, и всеми растоптаны, и даже официальной российской прессы растоптаны. И Жириновский высказался. Жириновский, вы же вместе, вы сейчас вместе с Жириновским топчете Лукашенко. Молодцы. Это победа, ребята. Вместе с Жириновским что-то делать, это победа, ребята. Значит, и он, на Спиваков, так дешево решил помыться. Ведь чистенький. И все, это мудачё ли, мудачё псевдолиберальный перепостило. Ой, какой Спиваков молодец, вернул орден поверженному уже ничего, так сказать, несчастному, уже замученному. Ой, ребята, вы молодцы. Значит, если бы кто-то у вас был очень умный, но у вас такого нет. Вы можете обижаться, хамить, но у вас такого нет. Очень умный в этой ситуации, я не знаю, сейчас я просто изобретаю вот просто, да, и среди Зинаиды Гиппиус и Шекспира изобретаю. Понимаете, Лукашенко, он же не трус. И он такой мужикастый, деревенский. И он знает, что реально спас от голода, хотя убивал и так далее, но спас от голода. И он всё это понимает. И ему, конечно, обидно, и он чувствует, и по отношению к себе тоже несправедливость, что воровали вместе, а теперь, ой, они чистенькие, народ чистенький, он такой плохой. Надо ему, вы понимаете, это как... Нельзя так давить мужское достоинство. Мужики же это как дети, да. Им надо какой-то комплимент сделать. Вот понимаете, ну дайте ему месяц, месяц побыть и назначить его почётным руководителем колхоза Красная Заря. Назначьте, скажите, что мы вам очень благодарны, вы в 90-е годы столько сделали, и потом столько задушили людей, мы вам все очень благодарны. Вот, ну хитро, чтобы он ушёл. Он уйдёт, и вы там, если вы подлецы, можете его, так сказать, тут же моментально посадить, если вы подлецы, да, то есть договоритесь с ним. Если честно, ну пусть он там будет этим в Красной Заре посидеть, несколько он там проживёт, потом будет заведовать, потом, ну, коли там будет идти в Монако жить, если он на наркоту не попадёт, может стать пречным человеком. Значит, ну как-то очень... Ну это, знаете, это очень хитро, потому что здесь нужно будет говорить и с толпой говорить, и с ним говорить, и надо говорить харизматично. Это должен быть такой Киссинджер, который не как это вот, да, это вот, да, со всеми этническими вытекающими, а Киссинджер уровня, чтобы он выглядел как Столяров, советский актёр пропагандистский, который показывал, какой красивый комсомолец советский, да. То есть это такой хитро-умный Киссинджер вместе с статью Столярова, который мог бы договориться туда, который бы мог уверить, что это в НАТО не пойдут, и НАТО им сказать, мы-то у нас тут Запад будет. Здесь умный человек... Вот я повторяю, нужен умный человек, у вас нет умного человека. Это... Что я могу сделать? Я... Я... Это не моё желание. Это... Я констатирую факт. Это то же самое, когда я говорю там про негров, про исламский терроризм, про леваков. Вот. Поэтому я... Это же очень разные вопросы. Как скинуть Лукашенко? И он сказал, вот два варианта. Был быстрый, небыстрый, кровавый, некровавый. Сейчас с тачки просто не выходить. Но... А есть-то тоже надо. Но следующий вопрос. Это технически как? Хорошо. Следующий вопрос. Зачем? Вот пока вы не ответите на вопрос зачем, вопрос как вообще не нужен. Как? Это второй. Сначала зачем? У вас должен быть человек с программой или программа без человека. Найдётся человек, чтобы вести. И это человек, который... Достаточно энергии, которым может подчиняться, простите, армия. Какая-никакая, но армия. И какие-никакие, но силовики. А вы поймите, силовики ведь тоже повязаны. Они же тоже не хотят идти под суд. А если Лукашенко падает, они идут автоматически под суд. Поэтому силовики сейчас опаснее. Они больше давят на людей, чем Лукашенко лично бы сейчас даже бы хотел. Потому что они первые под опасностью, им бы убежать некуда. Вот вы сейчас всё на Лукашенко. А силовики же опаснее сейчас. Я повторяю, они не с неба, они белорусы. Они не с неба свалились. То есть, там министр какой угодно, может быть, там из... Я не помню, какой-то... Горец, не горец, не имеет значение. А всё равно те, кто конкретно бегают, убивают и избивают дубилками, это белорусы. Поэтому я никогда не мыслю целыми нациями и коллективами. Я вижу, вот этот хороший, это плохой. А вот в целом, или там это с тряпками бегать, ну, это без меня. Вот. Примерно так. Примерно так. Примерно так.